Доброго времени суток, мои дорогие и уважаемые подписчики, гости канала, уважаемые коллекционеры, любители истории и старины, случайные зрители моего скромного канала Старины и Антиквариата. На связи канал Штолл Старой Шкатулки, меня зовут Руслан, всех приветствую. Мира, добра, всем хорошего настроения, крепкого здоровья, мир вашему дому. Добро пожаловать на мой канал, на честный канал Старины и Антиквариата. И сегодня у нас новое видео, новый обзор. Сегодня я имел честь посетить приемки металла и макулатуры в нашем славном, добром, старинном городе, друзья мои. Забежал я к нашему уважаемому Владимиру и вот такие вот покупочки, скромные покупки, но интересные. Давайте знакомиться, пробежимся по предметам, друзья мои. Первый интересный предмет из прошлого, из Советского Союза, друзья, смотрите. Вот такой вот нож, простой нож, нужная вещь для всех любителей природы, рыбалки, охоты и так далее, нужная вещь. Видите, здесь вот такое вот клеймо, сейчас сфокусируем, вот такое вот клеймо, 1 рубль он стоил, видите, буква М здесь. В таком состоянии плачевном, но ножик интересный. Можно все помыть, отмыть, отреставрировать, друзья мои, капнуть немножко ВДшечкой. Вот такой вот нож, вы помните, как у Владимира Семеновича Высоцкого, а на стройке немцы пленные, на хлеб меняли ножички. Вот такой вот нож, друзья, сегодня выкупил на пункте приема металла и макулатуры. Следующие покупочки для всех любителей ретро автомобилей посвящаются. Смотрите, кто-то вот тоже сдал на утиль вот такие вот две прекрасные машинки, старинные машинки, вот такой вот максквич, видите, но нету вот днища. Есть то, что есть, показываю, то, что я выкупаю, друзья мои, не судите строго, видите, спасли вот такую вот старинную интересную вещь от утилизации. Современные машинки, но на них тоже есть спрос, смотрите, ну это уже как доноры, поможем нашим коллекционерам собрать коллекции, друзья, видите, ну тоже нету. Вот Волга и тоже нету вот днища, видите. К сожалению, как мы не искали с Владимиром, но не нашли мы ничего. Тоже я их выкупил, выставим на аукцион Виолити, потому что такие вещи тоже покупают, восстанавливают, дарят предмет вторую жизнь для светлых, добрых коллекций. Друзья, вот такие две монеты. Смотрите, для начинающих коллекционеров у меня есть мой уважаемый подписчик, который живет в моем городе, собирает, коллекционирует. И мы ему подарим сегодня или же завтра. 92-й год, 50 рублей, это такое, видите, отверстие кто-то сделал, вот такие вот монетки. Ну вот, два гроша польские, современные. Следующая покупочка, друзья мои, смотрите, это моей постоянной доброй рубрики, чем играли дети в СССР. Вот такой вот советский добрый утюжок, состояние неплохое, красочка сохранилась, дошел до нашего времени, друзья мои, видите, железный такой вот массивный, видите. Состояние хорошее, даже цена, вот здесь клеймо все есть, крутится, видите. Вот такой вот утюжок, друзья, тоже я выкупил на пункте приема металла макулатуры. Отличная вещь. Так что, друзья мои, вспоминайте свое детство, пишите свои светлые добрые комментарии, у кого такая игрушка была. А может быть, кто-то даже собрал и осталась на память, уже как бы такие вещи не выпускают, а в вашем доме еще есть такая вот старинная добрая игрушка. Следующая покупочка, друзья мои, вот такой вот перекидной календарь. Я календарь перевернул и снова 3 сентября, друзья, смотрите. Старинный календарь, примерно где-то 59-60-е годы, к сожалению, нужно восстанавливать его. Видите, он не рабочий, немножко, видите, зависают цифры, к сожалению, но смотрите, какой интересный. Вот такие вот перекидные календари были, друзья, это для нашего молодого поколения, кто не видел. Так что, ребятки, смотрите, видите, тут у нас Тарас Григорьевич Шевченко, памятник Тараса Григорьевича Шевченко. «Як умру, то поховайте меня на могиле, среди степу широкого на Украине мили, чтобы плани широкополии, и Днепро, и круче, было видно, было чути, как реве, ревучий». Друзья, вот такой вот календарь, тоже кто-то вот сдал на пункт первого металла макулатуры, смотрите, к сожалению, такие вещи, им место в музеях, чтобы приходили люди, смотрели. А люди просто-напросто, как не печально, как не горько звучит, сдают такие вот замечательные, добрые, старинные вещи с прекрасной, доброй энергетикой в утиль, друзья. Сегодня я его выкупил, заплатил я Владимиру 40 гривен, ну и не жалею, потому что это действительно вещь очень интересная. Но не каждый день попадаются такие вот перекидные календари. Второй раз вот мне попался на пунктах первого металла макулатуры вот такой вот перекидной календарь, друзья. Я думаю, вещь зачетная, интересная, видите. Еще такой вот живой, видите, не ржавый, вот я немножко вот так вот его протер сухой тряпкой, видите, как он заблестел на солнышке. Вот такая вещь. Я думаю, что поправимо можно это все отреставрировать, подмыть, помыть, разобрать. Здесь у нас есть, видите, болтик, открутить и посмотреть, в чем проблема, почему он не работает. Вот такой вот календарь, друзья мои, из прошлого, из Советского Союза. Следующая покупочка, друзья мои, начал выкупать вот такие вот ручки я, видите, от старинных советских мясорубок. Кто знает, кто помнит, кто котлетки делал, кто любит котлетки, кто крутил такой вот ручкой, такой вот пользовался мясорубкой, напишите свои светлых, добрых комментарии. Это вечная мясорубка, друзья мои, видите, и здесь бакелитовая ручка, вот она бакелитовая ручка. Тоже я выкупаю такие вещи, потому что на них сейчас очень большой спрос, спрашивают, выкупают, покупают. Вот такая вот бакелитовая ручка от вечной советской доброй мясорубки, друзья. Следующая покупочка у нас вот такая вот старинная ваза, ну не старинная, но все равно индийская ваза, смотрите, латунная, большая такая, вот видите. Красивая, такие вот фантазийные здесь узоры, цветочки, лепесточки, длинная такая, имеет примерно на около 30 сантиметров. Здесь написано, что это сделано в Индии, видите. Тоже, к сожалению, сдали на утиль, друзья мои, такие вещи просто, жаль, что такие вещи просто уходят никуда, на переплавку. Выкупил. Так, друзья, следующие две покупочки у нас, смотрите, какие замечательные, добрые подсвечники. Ну, вот первый подсвечник, самый распространенный, такой вот огненный цветок, видите, состояние его хорошее, отличное, тоже из Советского Союза, старинная вещь, интересная вещь, которая заслуживает тоже вашего внимания, друзья. Ну, и следующая вот такая вот покупочка, вот такой вот подсвечник, смотрите, это птица счастья. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня, помните, как пел Николай Агнатьюк. Замечательный подсвечник, классный подсвечник, тоже сдали его на утиль, друзья, ну, тут немножко, видите, нужно подклеить такая вот кожаная, видите, кожаное такое вот днище, видите, ну, нужно вот немножко привести порядок, подклеить. Смотрите, какая красивая вещица, какая жар птица, или же птица счастья завтрашнего дня. Следующая у нас покупочка, мои дорогие, самая интересная, смотрите, какие часики мне сегодня тоже попались на пункте приема металла макулатуры. Тебе ваше внимание, это специальные часы, самолетные часы, стрелочки светятся в темноте, здесь просто нету секундомерной стрелочки, к сожалению. Ну, вот я был на пункте приема металла макулатуры в 10 часов утра, я их завел, и они работают. Слышно, да? Да, друзья, слышно, как они работают, смотрите, все на месте. Такой вот корпус латунный, ну, вот видите, здесь знак качества Советского Союза, видите, в таком состоянии. Но главное, что они рабочие, 60 ЧП, видите, вот такие вот часики. Тоже выставим на аукцион Виолити, друзья мои. Зачетная покупочка на пункте приема металла макулатуры. Спасибо Владимиру, что он оставил нам. Такие вот замечательные, добрые советские часы, специальные часы, друзья. Стекло целое, видите. Все хорошо, все отлично, хороший, добрый улов. Ну, и последняя покупка. Смотрите, друзья мои, вот такую вот подставочку я сегодня металлическую тоже купил. Она как бы для нот, да, вот для нот. Но ее можно применять, как и подставочку под старинную тарелочку. Так, у меня здесь вот такая вот тарелочка есть, смотрите, видите. Вот такая вот тарелка, большая, массивная, старинная царская тарелочка, красивая, с такими, вот видите, сиренью, да. Какой-то барин сидел у себя где-то в усадьбе, кушал икорку, бутерброды с краской и рыбкой. Сидел, вспоминал свою молодость, мечтал о будущем. Но пришел 1917 год и все поменялось, друзья мои. Видите, вот такое вот клеймо кузнецов, да. Интересное, большая, массивное блюдо. И вот смотрите, сейчас я вам покажу, что мы сделаем. Да, вот так вот взяли. Сейчас, друзья мои, покажу вам. О, смотрите, какая красота, друзья. Я только заради этого блюда купил вот эту вот подставочку. Все, ставишь себе на полочку и любуйся таким вот красивым видом сирени. Вот такая вот сирень, друзья, смотрите. Ну и вот такая вот метрическая подставочка, которую я выкупил на пункте первой металловой макулатуры. Согласитесь, красиво, нарядно, просто, без фанатизма. Так, все, друзья мои, вот такое вот у нас сегодня коротенькое видео на канале, что в старой шкатулке. Вот такой вот у нас сегодня коротенький обзор. Не судите строго, подписывайтесь на канал. Спасибо, что вы подписываетесь. Спасибо вам за доверие моему склонному каналу, честному каналу старины и антикуриата. Показываю то, что выкупаю у населения и на пунктах первой металловой макулатуры. Всем удачи. До новых встреч в эфире. Ждите новые интересные видео, новые интересные обзоры на канале, что в старой шкатулке. Да, друзья мои, еще сегодня выйдет или же завтра выйдет еще одно интересное видео. Я выкупил открытки, переливающиеся открытки 3D для своей коллекции. Там есть и корейские, и советские. Так что ждите новые видео, новые обзоры на канале, что в старой шкатулке. Всем мира, всем добра, всем хорошего настроения. Берегите себя, не болейте. Собирайте, коллекционируйте, любите историю, изучайте историю. И не давайте предметам уходить куда-то, никуда. Все, удачи. До новых встреч, друзья. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok